Привет, ребята! Сегодня не будет юмора, но я хочу, чтобы вы посмотрели это видео до конца, потому что это важно. Сегодня произошла трагедия в городе Казань, где два стрелка ворвались в школу, убиты учителя, были 11 учеников. Во-первых, я соболезную и скорблю вместе с Казанью. Это кошмар, ужас, трагедия. Я не знаю, что же делать наше государство, чтобы это больше никогда не произошло, но я знаю, что каждый ребенок должен знать и понимать, как вести себя в подобной ситуации, несмотря на панику и страх. После ужасающих случаев стрельбы в американских школах, американское правительство создало инструкцию по поведению в чрезвычайной ситуации с тремя ключевыми шагами «Run, hide, fight» или «Беги, прячься, дерись». Я приведу несколько принципов этой инструкции, надеюсь, никому они не пригодятся, но знать это необходимо всем, я в это верю. Первый принцип – беги. Действие номер один в любой чрезвычайной ситуации. Инструкция – это не предполагает переговоров, потому что стрелок приходит уничтожить. Его цель – как можно больше жертв, и любые попытки выйти с ним на контакт закончатся плачевно. Он не видит в жертве людей, ему все равно. Помните, пожалуйста, об этом. Если путь свободен, нет препятствий, тебе ничего не угрожает, беги в безопасное место, по дороге предупреди тех, кого встретишь. Не возвращайся, не замедляйся, не пускай в опасную зону других людей. Также в инструкции говорится очень важная информация, которую я прошу вас запомнить. Ради собственного спасения прыгать из окон муниципальных зданий выше второго этажа очень опасно. Пожалуйста, не делайте этого. Если сбежать не получается, тогда в инструкции говорится, что нужно спрятаться, нужно выбрать место, где можно забрикадироваться. Выход нужно закрыть так, чтобы злоумышленник не мог зайти в помещение. Вход идут шкафы, стулья, столы, что угодно. Стекла также в аудитории важно закрыть чем угодно, спрятаться и молчать, выключив телефон полностью. Помните, что это только временная мера, чтобы выиграть это самое время, потому что полиция уже в пути. Как только будет путь свободен, смотри пункт 1 и беги. Далее идет пункт «Дерись». Ключевое слово здесь – ваша жизнь. Важнее всего, не нужно геройствовать, потому что многие пункты просто не подойдут для детей или для взрослого, который остался один с большим количеством детей. Борьба возможна, если все остальные практические шаги недопустимы. То есть, если вы встретились один на один со злоумышленником, либо ты, либо тебя. В инструкции говорится, что в ход идут любые предметы, самые неординарные действия в отношении злоумышленника. Здесь нет запрещенных приемов, любая вещь становится оружием. На любом из этих этапов важно связаться со службой спасения, важно звонить так, чтобы этого не заметили и не раскрыли вас. Еще раз повторю, что жизнь намного более непредсказуема, чем инструкции, но эти шаги повышают ваши шансы на выживание. Я очень прошу вас, дорогие мои, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok